Уже завтра в столице Казахстана стартует главное экономическое событие года Астанинский экономический форум. В этом году ожидается рекордное количество делегатов. Заявки на участие подали почти 5000 человек, половина из них зарубежные представители из 50 стран мира. Это и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, лауреат Нобелевской премии Пол Громер и глава Сбербанка России Герман Грев. О том, как идет подготовка к важному событию, расскажет Асхат Ниязов. Тот самый момент, когда со стен пылинки сдувают. Ну а как вы хотели? Событие такого масштаба должно пройти на высшем уровне. Вот и подготовка соответствующая. Компания подрядчик форума этого года привлекла больше 300 человек. Необходимо успеть подготовить для дискуссии все помещения, каждое из которых будет названо в честь известных городов мира. Залов много, даже сами организаторы не сразу смогли посчитать сколько. Десять баллов. Десять залов, да? Да. Самый главный зал, как называется? Нур-Султан. Отлично. В самый главный зал Нур-Султан, где будет проходить пленарное заседание, как ожидается с участием первого президента Казахстана, нас не пустили. Говорят, чтобы не раскрывать всех сюрпризов. Уникальность сцены в самом дизайне. Соответственно, много кривольных, непрямых. Очень сложные технические решения там были, чтобы сделать не квадратные LED-дисплеи, которые будут на заднем фоне. Раз, раз, раз. Технические возможности Астанинского экономического форума 2019 года. На данный момент на него аккредитовались около 500 представителей средств массовой информации со всего мира. Так вот, чтобы им было удобнее работать, в пресс-центре будет организована прямая трансляция сразу с 7 сессий. Поверьте, журналисту, который освещает не первый АЭФ, это очень удобно. Не надо будет бегать по залам в страхе, что пропустит что-то интересное. Более того, каждому дадут такой переводчик, где 28 каналов. То есть по 4 на каждый зал. По факту, все речи спикеров с каждого зала будут переводиться на английский, французский, китайский, казахский и по запросу на немецкие языки. Для этого специально наняли 80 синхронистов. Не останется в стороне от освещения главного экономического события и главный информационный телеканал Казахстана. У нас строится мобильная студия. Мы с этой мобильной студией будем брать интервью у мировых спикеров в прямом эфире. У нас будут брифинги в прямом эфире. Будут журналисты включаться в прямом эфире. У нас весь АЭФ будет в прямом эфире. На АЭФ 2019 привлекут 285 волонтеров. Впрочем, их работа не будет ограничиваться лишь помощью на площадках форума. Волонтеры работают в аэропорту, на встречах и проводах гостей. Для того, чтобы их встретить, обеспечить им проход до транспорта. Задействовано достаточное количество транспорта, который в режиме шаттла обеспечивает доставку гостей с аэропорта до мест проживания. Также будет работать шаттл, который будет обеспечивать доставку гостей от мест проживания до места проведения мероприятия. За 11 лет работы Астанинского экономического форума организаторы получили колоссальный опыт. Их уже ничем не испугать ни сроками, ни масштабами. Наоборот, они совершенствуются для того, чтобы с каждым годом АЭФ оставлял только хорошее впечатление у гостей со всего мира. Асхат Нязов, Нургалима Мурбаев, Яйбин Кусанбеков. Хабар, 24.